Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажу вам о том, как играть за Холли Паладина, как хилить ротация, что делать, таланты, ковенанты и многое другое. Но перед этим сходу, как всегда, дымовички! Дымовички! Это когда ты идешь в 26-й ключ и не понимаешь, как отохилить. Это невероятное ощущение! Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребяточки, какое там 15-е видео, кажется, из цикла по всем персонажам, абсолютно по всем специализациям, и у нас Холли Паладин. И вот такой вот, видите, сразу сходу универсальный вариант, как для рейда, так и для мифика, соответственно, да, с небольшими, разве что правками в дальнейшем. То есть, вот это, значит, мощь рыцаря у вас сокращает шок небес после ударов. Ваша вот эта вот воина света. Правосудие света дает подхилочку по танку, соответственно, когда вы использовали правосудие. Соответственно, слепящий свет, сбивание всяких там неприятных костов, микроконтроль дополнительный, не сломленный дух, более быстрое восстановление всех защитных кулдаунов, что классно. Божественный замысел. Иногда вы можете бесплатно применить свою затратные способности под частицами света. Без затрат, соответственно. Пробуждение. Время от времени, от торжества и света зари у вас появляется гнев карателя, то есть бурсты, что очень полезно и приятно. И проблеск света. Опять же, такие дополнительные хпс, дпс, кулдаун после использования шок-небес. Ну, как кулдаун, да? Бонус такой, пассивочка, да? Но смотрите, чтобы вы понимали, да? Это абсолютно универсальный билд, но если вдруг вы абсолютно неожиданно понимаете, что вам нужно лучше хилить, лучше хилить, и, соответственно, например, идя, как я сказал в начале, в 26-й ключ, к примеру, человек пошел, и в 26-й ключ уже, соответственно, он брал молот зари, брал святого карателя, и, соответственно, частицу веры. Почему? Потому что молота света дает, опять же таки, хороший АОЕ хил, дополнительно плюс в домах. Здесь, опять же таки, жесткая штука, дающая вам, опять же таки, мощный кулдаун на, опять же таки, тонны хила. Тонны хила позволяют вам делать через торжество. Опять же таки, либо свет за рим, потому что вместо одной частицы после использования какой-то способности получаете сразу три. И это довольно-таки жестко, в течение 20 секунд, хорошая штука. И частица веры, это как еще одна частица, дополнительная, позволяющая вам, получается, скажем так, сплешем хилить еще одну цель, хилия какую-то другую цель. Да, это очень классно и удобно. Значит, это очень важно понимать, потому что, да, у паладинов, чем выше ключ, тем у них серьезнее проблемы с именно АОЕ хилом. То есть, например, какие-нибудь тяжелые мобы из той стороны, которые АОЕшат, эта вот ярость кастует, да, красненький, и многие другие, которые просто что-то жестко АОЕшат. В тех же шпилях некоторые мобы, и паладинам, как правило, тяжело становится АОЕшно хилить пати. По факту, в остальном, они очень хорошо справляются и без этих АОЕ супер-мега-ультраталантов, да, ну и, соответственно, что у нас дальше? Дальше, ребяточки, у нас кавенанты, да. Чисто теоретически можно выбрать, конечно же, кири для большего ХПС, но это не так эффективно, как выбрать себе винтиров для большего ДПС, ребяточки. И, соответственно, вся разница, именно кондуитная разница, то есть, конкретно вот этих вот штучек, какие вы сейчас видите на экране, меняется лишь в том, что вот эта священная проницательность меняется на кирийский бонус, да, то есть, к вот этим вот колоколам, вот этим вот, которые вылетают из вас в шок небес, то есть, дается другой, вот здесь вот проводничок берется и все. А так, по факту, то же самое абсолютно в целом. Можно вот так идти, да, и, например, вот сюда зайти и взять вот здесь вот эхо, а так можно и вот так качаться, то есть, тут какое дело интересное, да, искусность очень полезная, классная, замечательная штука, и, соответственно, с супер-дт-обилкой, непосредственно вот этим вот освещением, пепельным освещением, жесткий, можете выдавать ДПС сумасшедшего характера, да, с определенной легендаркой, именно поэтому эти кондуиты и верутся, ребяточки, кондуиты, и, соответственно, этот ковенант, и в нем, и как в рейдах, так и в мификах, отлично люди ходят, отлично люди ходят, потому что, фактически, Холли Паладин, дополнительный ДПС Диллинджер, фактически, очень мощный, да. Значит, что у нас дальше? Дальше у нас приоритет характеристик, да, и по приоритету характеристик у нас основными идут скорость, искусность, потом универсальность, и потом уже крит, то есть собираем скорость, искусность настолько, насколько это возможно, и будет все довольно-таки неплохо. Что у нас по химии, ребяточки, чарам и так далее? Соответственно, призрачный настой силы на интеллект, опять же-таки, бонус, накладочка на ХП, зелья призрачного интеллекта, а не силы, берем, опять же-таки, как припод, чтобы бурстить, опять же-таки, небесное наставление, универсально хороший вариант, как для мифика, так и для рейда, очень классная штука на оружие, вечные характеристики, грудак, перчатки, не сила, соответственно, берем на наручий интеллект, на наручий интеллект берем, значит, что у нас дальше? Дагматы скорости на колечке, либо искусности, что там полезнее, то же самое с камнями, опять же-таки, камни либо на скорость, либо на искусность берем, что там не хватает, для большего наслаждения, масло бальзамировщика, намазываем, чтобы было неплохо, позволяет на себя накидывать хил, и, опять же-таки, поглощающий щит, соответственно, кушанье наше, темная корона, либо еда на статы, на 20 интеллекта, и, соответственно, хилпот, и, очевидно, манопот, чтобы восстанавливать ману у них, если что, насколько мне помнится, одинаковое КД, поэтому, очевидно, либо одно, либо другое пьете, что вам будет профитнее, как правило, профитнее, естественно, духовное зелье исцеления, в общем-то, чтобы продолжать дальше хилить, что неплохо, и гораздо больше, да, с тем, например, просто похилить себя, но там, опять же-таки, в зависимости, ребяточки, от ситуации, то есть тут все довольно-таки просто. Что у нас дальше, ребяточки? Дальше у нас легендарочки. Легендарочка у нас, как всегда, топ-1 только одна, безумный идеал, позволяющий молоту гнева жестко жигалевушить в соло-цель, используя, соответственно, гнев карателя, продлевать гнев карателя как для мификов, так и для рейдов. Хороша, и единственная, что разница, что если вдруг вам нужно больше ХПС, это шоковая прихрада, но в основном, самая популярная, это безумный идеал везде, где только можно, везде, где только можно, и делается, очевидно, она как угодно, как вам захочется, в поиск, что в ступни, если что, осколки доминации у нас находятся в перчатках, наручах, шлеми, на плечнике, на груднике, поэтому туда не делайте, сюда делайте, соответственно, шоковая прихрада, опять же-таки, можно тоже куда угодно, что в ноги, что в ступни делаете, куда вам там захочется, по факту, да, здесь безумный идеал получается с квеста на великое хранилище, просто закрываете недельный сундук, с любого ключа, соответственно, там рядом квестик, его берете, получаете, и наслаждаетесь, да, а это падает Старгаст у нас, шоковая прихрада, с определенного квартала, можно оформить, опять же-таки, извилистые коридоры, чтобы ее получить, да, то есть все довольно-таки легко и просто. Что касается, ребяточки, аксессуаров, аксессуары в рейды, являются интересными вариантами, подменыш, стерновскита, туманов стерновскита, и титанические окуляры, как видите, они абсолютно на всех практически боссах, затененная сфера истязания, как вариант еще, и вот такая вот сувенир резного бивня, да, тоже у нас есть, соответственно, вот такие вот штучки, люди исполниют, в мифическом уровне сложности рейда, да, что касается ключиков или не лучиков, в ключиках или не лучиках у нас вот такие, опять же-таки, этот окуляр, опять же-таки, квантовое устройство могут брать, перышко, опять же-таки, в общем-то, в принципе, почти то же самое, да, то же самое подменыш кажется интересным, да, напоминаю, подменыш работает классным образом, то есть он выпадает на скорость, но если вы какую-то еду поели с подменышем, например, поели еду на искусность, подменыш меняется на искусность, да, и вроде как это неплохо, да, то есть что вам там интереснее, то чего не хватает, то на подменыш оставьте, Но, скорее всего, именно искусность для большего, опять же таки, ХПС. Но, с другой стороны, и скорость хорошо выглядит для большего ДПС, к примеру, да. То есть, это очень интересная ситуация. Что у нас дальше? Осколки господства. Вот такие осколки господства будут хороши как в мифик, так и рейды. Несмотря на то, что сет нечестивости не работает, очевидно, у нас вне рейда, по сути. А в мификах и аренах всяких будут работать просто камушки. То даже так сет нечестивости стоит собирать, потому что просто хорошие камни для паладина, очень полезные. Опять же таки, остальные два камня, это, скорее всего, камни на ДПС от холода и от крови, да. Ну, а в рейде, естественно, на увеличение основной характеристики, то есть на увеличение большого количества мейнстата, интеллекта. То есть, конкретно поэтому этот нечестивый сет смотрится, опять же таки, неплохо, да. То есть, вот такие вот делишки. Напоминаю, что теоретически 252-я шмотка будет интереснее, чем 239-я с дырочкой, да. А 252-я без дырочки, типа, опять же таки, будет не так интересно относительно рейда, относительно шмоток с дырочкой. Потому что именно осколки классно работают в рейде, вне рейда они уже так. Дополнительный бонус, если у вас есть 252-я или 246-я шмотка, это выглядит уже интересно, да. Это выглядит уже интересно, ребят. Что у нас дальше? Дальше у нас аниме силы из мифических подземелья, и конкретно самые лучшие будут вот такие. Загаду на ломателе, набор для бальзамировщика и самоисцеление, классная штука. Расскажем потом, почему. Если берите Аркалат, значит, пьедестал, ярый песни. Опять же таки, повышение скорости, вот, и терение здоровья, да, отлично. Орос Бессердечный, охотничая сумка, чтобы быстрее бегать тебе и союзникам. Клеймо защитника на статы. Почему берется именно так? Потому что, опять же таки, паладин хилит за счет своего ХП в некоторых ситуациях. Поэтому самоисцеление ему максимально пригодится, и куча его всяких штучек-дручек, позволяющих его подхиливать себя. Опять же таки, он постоянно будет терять сам ХП, но при этом ему очень полезно, вот, хилить, например, через свое ХП, если это возможно. Если невозможно, это уже другая ситуация. Об этом мы поговорим чуть позже, ребятушки. Что у нас дальше? Дальше у нас, ребятушки, ротация, да. Ротация, очевидно, за паладина ее две. На ее две это ХПС ротация и ДПС ротация. Фактически, там нет какого-то АУЕ, не АУЕ. То есть, разберем именно, по сути, ХПС ротацию, которая, как ни крути, является частью ДПС ротации. По сути, это даже одна и та же ротация с буквально изменением только, фактически, одной кнопки. То есть, когда вы, например, вступаете в бой, вы сходу начинаете бой, опять же таки, с правосудия, и после этого шока небес, ударов воина света и освещения кидаете. И на этом накапливаете именно свою вот эту вот энергию света, да, вот эту, которую у вас есть. И потом используете ее для массового АУЕ хила через свет зари. Либо торжество басола цели хил. Соответственно, неплохо. Если вы бурстите с помощью пепельного освещения, к примеру, или гнева карателя, опять же таки, жмете, появляется возможность сжать молот гнева более чем на 20%. Со 100% уже можно его нажимать. И жестко его постоянно с памяти нажимаете, носятся тонны-тонны урона от молотых гнева. И получаете невероятные ощущения плюс наслаждение. Да, а так он с 20%, поэтому выбираете всегда цель, у которой меньше 20%, чтобы его использовать, накапливать, опять же таки, частицы света, да. То есть, тут все довольно-таки просто. Тут все довольно-таки просто. В случае именно хила, тут опять же таки, вы продолжаете свою ДПС ротацию, дамажите. Единственное, что шок небес можете уже использовать в качестве хила. Не в качестве дамага, а в качестве хила в союзников. Опять же таки, накопленную энергию использовать, напоминаю, чтобы хилить союзников. Если вам хилить союзников не надо, можете нажимать щит праведника, да, чтобы немножечко продамажить, чтобы использовать именно энергию для того, чтобы немножечко больше продамажить, то есть это такая вот интересная ситуация, да, хотя, конечно же, я ее не очень, на мой взгляд, уважаю, потому что урон там какой-то такой несущественный, относительно того, как вы могли бы похилить, но иногда бывает так, что все-таки хилить не нужно, а пересбор вот этих осколков энергии тоже нам не нужен, то есть нам постоянно нужно их куда-то тратить, и если уж вам некого хилить, уж лучше нужно защитить праведника, фактически, чтобы было неплохо, да, чтобы было у нас неплохо, то есть вот такая вот у нас вот ДПС, ХПС ротация, фактически, она очень простая, потому что ты вот просто входишь в бой и начинаешь просто жать вот подряд все кнопочки, как, например, у меня они установлены, ты просто их жмешь подряд, там на кого-то кинул торжество и продолжаешь свои кнопочки, очевидно, тут же жать, продолжать и так далее, и тому подобное, да, и так, ребяточки, перейдем к важному моменту, а конкретно к нашим пассивочкам, конкретно к сейфобилочкам и так далее, и тому подобное, да, к важным моментам, то есть смотрите внимательно, во-первых, у нас есть искусность, искусность что делает? Увеличивает наше исцеление, мощность наше исцеление, чем ближе мы находимся к цели, поэтому неудивительно, что паладин постоянно бегает в мели, постоянно дамажит и, соответственно, он явно ближе к танку, явно ближе к большинству целей, поэтому ему отлично, ему просто замечательно и отлично, опять же таки, в рейдах, ради того, чтобы это было неплохо, берут еще верховенство закона, вот этого, да, чтобы он мог в течение 10 секунд хилить еще более эффективно, увеличив, получается, рейндж, вот, поработание искусности, чтобы дополнительно, как бы, дополнительно больше хилить что-то с расстояния вместо, например, несломленного духа, опять же таки, очень классно смотрится, опять же, напоминаю, в рейдах, потому что цели там разрозненные, можно тоже вот так вот взять, дабы искусность эту самую прокачать. Прилив света, ребяточки, опять же, когда вы используете шок небес, у вас может неожиданно на 30% меньше маны стоить вспышка света, а свет небес создать еще одну энергию света, да, и тут же, опять же таки, про энергию света, дополнительно это иногда появляется, соответственно, что можно сказать, можно сказать, что у вас есть такая штука, как частица света, сейчас сразу по нему расскажу, частица света, она отхиливает 50% хп относительно того, сколько вы похилили другую цель, то есть, если она висит, вот, например, на мне, на мне, и я хилю кого-то на 4000, то меня эта частица похилит на 2000 пассивно, или там, например, сразу повесить это на танк, или проседающую цель, да, то есть, это так работает, это и работает именно так, и поэтому иногда, как я и говорил, берется еще одна такая же частица, только она называет частица веры, что она делает, соответственно, она вешает тоже такой же частицу на второго персонажа, то есть, на двух персонажей будет висеть сразу такие вот подсвеченные области, забавно, как они светятся, над персонажем, и они, соответственно, тоже будут получать хил, но уже чуть в меньшем размере, но все же, типа, сразу, получается, можно будет хилить теоретически сразу троих, вот, то есть, одного мощно, а двух остальных так, подхиливать бонусно, да, то есть, поэтому иногда берут, чтобы больше АОЕ хила такого было, потому что АОЕ хила не так уж и много, да, это очень важно понимать, соответственно, что, когда вы используете хил непосредственно по цели, на которой висит частица света, вы получаете от вспышки и, опять же, от света вот эту вот самую у нас частицу энергии света, чтобы именно прожимать торжество или свет зари, что тоже неплохо, есть, например, вы сразу повесили на себя там или на танка, ну, лучше даже на танка повесить эту частицу, и, соответственно, вы хилите танк и получаете еще, чтобы хилить через торжество, опять же, АОЕ хилить через свет зари, да, то есть, как хилить через свет зари? Свет зари, очевидно, хорошо хилить более трех целей, да, если там две цели уже, то это лучше похилить одну торжеством, другую как-то иначе, подхилить либо вспышкой света, либо светом зари, соответственно, вспышкой света нужно хилить конкретно тогда, когда у вас совершенно нет времени покастовать, то есть, она хилит 2600, ну, это сравнитель от моего персонажа, да, и применяется 1,3 секунды, да, то есть, очень мало, очень быстро такая флешка называется, но требует очень много маны, в половину больше, чем если вы кастовали бы свет небес, свет небес кастует 2,2 секунды, но при этом как бы хилит уже 3,5 тысячи, да, что неплохо, и тратит всего полторы тысячи маны, ну, опять же, повторю, относительно моего персонажа, то есть, если критическая ситуация, жмете, опять же таки, вспышку света на эту цель, если ситуация не такая критичная, и вы знаете, что он не планирует умирать в ближайшие 2 секунды, используйте свет небес и хилите через него, потому что это меньше тратит маны, не забывая о том, что можно хилить, опять же таки, через торжество, торжество хилит, опять же таки, союзник очень мощно, мгновенно накопив энергию света, то есть, очень классно и легко еще вешать поглощающий щит на вас, что, опять же таки, очень удобно и классно, для того, чтобы использовать нашу следующую, такую хилку, конкретно, ребяточки, хилка эта наша называется, сейчас я ее найду, почему-то ее сразу здесь нет, вот она, свет мучника, что он делает, он хилит инста быстро, требует не так много маны, хилит много, но при этом, вот насколько вы похили, половину от этого вы получаете урон в себя, то есть вы кого-то, например, хилите, разъем вот эту цель, и, например, вы ее хилите, видите, мы ее хилим, но при этом всем, очевидно, когда мы ее хилим, у нас какая-то ситуация происходит, у нас теряется хп, это хорошо на перебежках, если вы не собираетесь умирать, кого-то подхиливать, это очень классно и удобно, я считаю, вот, и если что, себя можно всегда подхилить, и это будет довольно-таки, ребяточки, неплохо, да, это классно, всегда можно себя подхилить, но, напоминаю, эта способность в вас не работает, да, свет мучеников у вас не работает, поэтому себя этой штукой не похилишь. Очевидно. Очевидно. Это было бы очень странно и очень тупо. У вас есть возможность пуржить яд, болезни и магию. Опять же таки, штука, не забывайте тоже ее поставить на какой-нибудь бинт, да. То есть, это вот такие у нас, значит, хил способности. Вроде как, все про хил способности рассказал, да. Рассказал. Что у нас дальше, Рядочки? Дальше у нас сейфобилочки. Сейфобилочки опять же таки, тонна. Опять же таки, тонна. Как вы помните, можно взять вот это вот для дополнительной сейфобилочки. Напоминаю, вот это можно взять для дополнительного бурста и ДПСа непосредственно. Тоже все-таки очень просто. Напоминаю, что опять же, хнявкарателе усиливает нашу вероятность крита опять же таки и силу исцеления и урон на 30%. Поэтому это тоже в какой-то степени сейф кулдаун для пати, чтобы вы лучше хилили, но часто используете для ДПСа по большей степени. Это замечательная способность. У нас есть такая классная штука, как божественная защита. Просто на 20% уменьшение по нам урона. А есть еще мастер аур. Владение аурами, конкретно, когда вы ее жмете и когда у вас включена вот эта вот аура благочестия, которая уменьшает урон на 3% по всей пати, эта аура начинает уменьшать на 8 секунд. Урон на 15%, то есть это очень такой рейд кулдаун, который у всем поменьшит урон на 15% от чего-то там, что залетит. Поэтому заранее жмите его как собственно. А мастер аура для группы, так и для себя божественную защиту. Эту божественную защиту можно сочетать вместе с жертвенным благословением, что делает уменьшает урон по цели на 30%, в которую вы кинули, и перенаправляет его в вас. Поэтому классно его использовать с божественной защитой на себя, потому что когда у вас упадет маленькое хп станет, эта штука исчезнет. Поэтому себя подхиливаете, цель подхиливаете, и это классно работает. Либо можно просто нажать бабл, и получается вы не будете получать урон, а человек спокойно все свое время, 12 секунд, простоит в жертвенном благословении, и будет уменьшаться по нем урон. Классная сейф штука в какую-то соло цель, как правило в танк, к примеру, чтобы он мог дополнительно танчить пак, и соответственно дополнительно больше дамажить. Это легко и просто, ребяточки, легко и просто. Значит, что у нас дальше? Дальше у нас очень важный момент, это конкретно, значит, вот эти вот штуки, как возложение рук и благословление защиты. Что это такое? Возложение рук мгновенно восстанавливает все здоровье, любой цели, мгновенно, прям с нуля. Это классно, это классная штука, безусловно с большим кулдауном. И соответственно благословление защиты, то же самое дает бабл от физического урона любой цели. Но напоминаю, если вы такой бабл даете, например, на танка, то очевидно агра с него слетает, и все идут бить лицо, очевидно, всей группе. Поэтому танк должен знать и иметь макрос на то, чтобы снимать сразу это. Если что, макрос, канцел аура и непосредственно благословление защиты. Так что он должен знать, что это можно снимать иногда, классно. И напоминаю, эта штука убирает стаки некротика, если я все правильно понимаю. И это замечательно. Например, на некротическом аффексе много танк накопил, кинули, он тут же снял, у него опять стаков ноль, и он может продолжать танчить и чувствовать себя неплохо. И напоминаю, между возложением рук благословима защиты и баблом, у нас вяжется вот такое вот на этого человека, кто это использовал. 30 секундная воздержность, которая не позволяет использовать другие скиллы. То есть, после бабла нельзя сразу же нажать возложение рук. После возложения рук нельзя кинуть благословение защиты на кого-то там. То есть, они повязаны, эти три способности. И это такие у нас штуки-дрюки. Плюс у нас еще благословление свободы, благословение свободы, чтобы персонаж не был замедлен никак, что очень классно. Что у нас, ребяточки, дальше? Дальше, ребяточки, это у нас аддоны. И конкретно, если вам нравится, как выглядит все у меня на экране, то, пожалуйста, скачет внизу в описании ссылочка будет, как и на других сайтах, о которых я рассказывал сегодня, по которым показывал, вы можете все найти внизу в описании, ребяточки. И, соответственно, сейчас мы очень важно аддон разберем. Это аддон кликуи. И конкретно супер важный, очевидно, на хиллер аддон. Открываем способности книгу, открываем конфигурацию кликуи. И тут вы можете по маус-оверу забиндить тонну кнопок. Тонну кнопок, используя мышку или даже клавиатуру, если вам что-то захочется. Соответственно, у меня вся мышка. При этом функционал мышки не теряется. То есть, вы также можете что-то на ней делать, нажимать. Но при этом, например, на колесико мыши у меня что-то забинджено и все в порядке. То есть, что такое маус-овер? Это когда вы наводите на фрейм себя, либо группы, либо цель-цели, либо, соответственно, рейда, группы. Вот куда-то вы наводите на фрейм и жмете их, соответственно, мышкой и произносится это заклинание. Что очень, на мой взгляд, удобно и классно. И, соответственно, что у меня здесь стоит? На левую клавишу мыши у меня вспышка света, на правую свет небес, на shift плюс левая клавиша мыши стоит возложение рук. Shift плюс правая клавиша благословение. Вот это вот, да, bubble. Шок небес стоит на боковую клавишу мыши. И, соответственно, через shift на ту же боковую стоит свет мученика, который, опять же-таки, инстахилки наши. А всякие вот эти вот снятия неприятных эффектов союзников стоит на клавишу мыши вниз. Очень удобно, да. И через shift клавишу мыши вниз у меня благословена вот эта вот скорость передвижения. Даже таунт у меня стоит на клавишу мыши вверх, если вдруг, возможно, что-то через свой таунт и bubble потанчет немножко, да, что очень-то, в общем-то, удобно. Что касается, ребяточки, наших макросов. Макросов, как у меня расположены кнопки, да. Как вы заметили, кнопки у меня в основном стоят так, как будто я жму только DPS ротацию. Две кнопки на использование света. И если нажать shift, то у меня, соответственно, меняется много кнопок. И, соответственно, одна кнопка, как торжество, становится типа DPS кнопкой с щитом праведника. То есть это очень удобно. Что у нас здесь стоит по факту, да. Разберем макросы. Разберем эти самые макросы. То есть вообще первый макрос это, опять же таки, вот такой. Мод shift. Если нажимаете shift, появляется способность святой каратель, если вы в талантах ее выбрали. И совака маусовер, жертвное благословление. Что, опять же таки, наведя на цель, как в случае с кликуи, вы используете это вот на цель, которая в группе по фрейму, опять же таки, на Z. Жертвное благословление. Очень удобно. В случае божественной вот этой вот защиты. У меня здесь владение аурами стоит, если shift нажать. Очень удобно. Опять же таки, в случае бурстов, ребятушки. У меня стоит гнев каратель и божественный блоховест. Ну, тут еще вентирская, очевидно, можно способность вписать вместо божественного блоховеста. Тоже через shift. Опять же таки, два стана. Мол правосудие, соответственно, стан коровы, потому что это урен, му-му. Соответственно, вот такая штука на частицу света. То есть она тоже по маусоверу, куда навели, полетела частица света. И, соответственно, если нажмете shift, то тоже по маусоверу частица веры. Если выбрать талант, то чтобы в одной кнопке и та, и другая была. И это было очень удобно. Да, в этом, в общем-то, на этом и заканчиваются мои макросы, потому что они очень удобные. Конечно же, чисто теоретически, снимать какие-то там, например, баблы себя, ну, по идее, бессмысленно. Поэтому не вижу смысла каких-то отмены баблов макросы писать, как и было словение защиты. Не обязательно, потому что зачем вам это делать. Да не забывайте, что вы можете, значит, что у нас заключающие советы, ребята. Заключающие советы заключают в том, что вы можете массово всех воскрешать отпущением, да, вот абсолютно всех. Это классная кнопка, замечательная, есть только у хиллеров. Классная. Обязательно не забывайте прожимать как можно чаще свои сейфобилки, как можно чаще кидать сейфобилку на танк или кто там умирает. Опять же таки, всегда смотрите за частицы света. Опять же таки, бонус частиц света можете в свободное время немножечко себе набафать, используя по частиц света вот эту вот самую энергию, возможно, перед боем. Тоже довольно-таки неплохой вариант, почему бы и нет, чтобы сразу висела возможность закастовать торжество. Опять же таки, мощно пустите под своим гневом карателя. Через молд гнева прям постоянно классно чувствуется замечательно подхиливая пати, так как это возможно. Напоминаю, если что, свет зари, если вдруг кто не знал, хилит именно в куполе перед собой. Поэтому вот в этом куполе надо поворачиваться к пати и хилить, и надеяться, что они будут с вами стоять. Если пати плюс-минус адекватная, она будет стоять с вами в максимально близком рейнджем, насколько это будет удобно для пати и для вас, не хватая лишних кливов, там сбивать косты, помогать и так далее. Вы тоже, соответственно, с танами, слепящим светом, мификах максимально много, постарайтесь сбить костов, дать контролей, чтобы быть полезным человеком в пати. Опять же таки, хильте, опять же таки, дайте вот это благословение защиты, очень классная штука, очень замечательно. Не забывайте в Мастер Аур жрать перед нанесением максимально большого урона по группе. Такие есть места, где это можно сразу нажать и чувствовать себя неплохо. Опять же таки, не забывайте, что у паладина есть проблемы с именно массовым хилом, потому что единственная кнопка массового хила, это всего лишь 1300 от хила, да, то есть, соответственно, остальной от хил через частицу идет, а все остальное это так вот, по соло тархи, тут икать в каждого отдельно. Так что не забывайте об этом и готовьтесь, как всегда, к получению урона откуда-нибудь, да, знаете, если урон будет приходить, просто активируйтесь и начинайте пау, 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 используя свои хилки, так как это возможно, да, так как это возможно, не забывайте, опять же таки, хилить за счет своего хп, классная штука, учитывая, что хилить за счет своего хп, опять же таки, можно экономить время, экономить ману фактически, а, например, торжество, которое вашу ману не тратит, вешает на вас поглощающий щит, когда вы его используете на кого-то, соответственно, этот поглощающий щит может быть реализован для вот этого света мученика, для большего подхила, что, в общем-то, удобно и классно, ребяточки, удобно и классно, в общем-то, вот такой вот у нас паладин, надеюсь, вы будете всех хилить и делать это максимально эффективно, и я надеюсь, вам понравилось видео, было полезным, бак-бак-бак-бак-бак, шо-о-о! Субтитры подогнал «Симон»